МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Пострадавших нет. В ядре не обрушилась кладка одного из жилых домов. Загрязнение воздуха, превышение концентрации хлора выявлено на территории одного из цехов химпрома. Дамби быть в Алатаре обсудили вопрос строительства защитных сооружений. Сегодня в Ядрине обрушилась кладка одного из кирпичных домов. Комиссия еще в декабре 2017 года признала его аварийным. Но в доме пока живут 40 человек. Жертв и пострадавших нет. На место сразу же выехали представители Госкомитета по делам ГО, ЧАЭС и Республиканского Минстроя. Изъядрена наша съемочная группа. Этот дом был построен 50 лет назад. Разрушения здесь были и раньше, но сегодня в 8 утра разрушилась вот эта кирпичная кладка на уровне первого этажа. Длина ее почти полтора метра. Под нашими давно уже обрушена. У соседки в этой фестивале сегодня обрушилась, сама в шоке была. Но давно было ясно, что обрушится. А в квартире дует там? Конечно, дует. У нас вообще без варенок не можем ходить. Ничего не обещают. Денег нет у них, денег нет. А укреплять как-то будут? Хотят, но не знаю, как они будут укреплять. Потому что тут отмостки вообще нет. Одна земля. Тут сейчас снег не видно. Одна земля. Никогда не было отмостки. Администрация города предлагала укрепить стену еще летом. Но жильцы отказались. Они переживают, что так про них забудут и не переселят в более приемлемое жилье. В адресную программу переселения, которая уже завершилась, были включены жилые здания, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Этот же дом вошел в нее только в декабре 2017. На данный момент его признали аварийным, поддерживающим сносу, и расселить граждан по первому распоряжению до 31 декабря 2020 года. В декабре 2020 года, то есть всего того года, распоряжением данные мы продлили о расселении граждан в логеративных домах из аварийного дома до 31 декабря 2026 года. 26 января состоится судебное заседание по иску прокуратуры города к администрации, который был подан еще в прошлом году. Ведомство требует переселить жителей в кратчайшие сроки. Однако домов для переселения нет. Пока только есть места в общежитии. Но туда жильцы отказываются переезжать. В общежитии как жить? Здесь хотя бы свой туалет и своя ванная. Я не буду жить в общежитии. Если даже переедем в общежитие, то на сколько лет протянется? Нам предлагает сейчас общежитие, но мы не хотим. В общежитии как мы будем жить там? Дом же разрушается. Ну пускай найдут или сертификат дают. Там квартира у нас полная и новые квартиры, говорят, есть. По оценке специалистов ГКЧС по Чувашии жилинспекции дом устойчив и пока может еще постоять. Члены комиссии рассмотрят возможные пути решения проблемы и вновь встретятся с жильцами. Ситуацию под личный контроль взяла глава Чувашии Олег Николаев. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика, Ядрин. С жалобами на едкий запах хлора в Новочебоксарске жители обращались в разные инстанции уже неоднократно. За декабрь прошлого январь этого года в надзорные органы обратились более 80 человек. Виновник утечки этого вредного вещества еще устанавливается. Но прокуратура города уже подтвердила факты повышения концентрации вредных веществ на территории одного из цехов химпрома. Проверку на территории химзавода специалисты провели еще в декабре прошлого года. Тогда-то в одном из рабочих цехов и выявили превышение концентрации хлора в 1,3 раза. Возбудили дело об административном правонарушении в отношении самой организации, так и в отношении руководящих должностных лиц. Кроме того, проверка показала и нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов на химпроме. Нарушение герметичности, теплоизоляции и антикоррозийной защиты ряда объектов. По результатам данной проверки прокуратурой города было возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, которые в настоящее время направлены уже по месту рассмотрения. Хотелось бы тогда отметить, что аналогичные нарушения, а именно превышение предельно допустимой концентрации хлора в одном из цехов, было также обнаружено в июле прошлого года, по результатам которого также было возбуждено дело об административном правонарушении. И уже в настоящий момент организации, должностные лица оплатили наложенные на них штрафы. Еще в декабре 2020 года было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха в Новочебоксарске. Повышение концентрации хлора на улицах города химиков повторилось и в январе нынешнего. Специалисты Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства зафиксировали превышение нормы до пяти раз. Данные события вызвали широкий общественный резонанс. Так, в органы прокуратуры, правоохранительные органы и органы власти обратилось порядка 80 горожан с сообщениями об указанных фактах. А также в связи с тем, что расследование уголовного дела представляет особую сложность в связи с проведением многочисленных экспертиз и иных следственных действий, прокуратура города Чебоксара изъяла данное уголовное дело из органов полиции и передала его для дальнейшего расследования в Следственном управлении Следственного комитета России по Чувашской республике. Другие обстоятельства произошедшего еще выясняются. Расследование уголовного дела находится под личным контролем прокурора Чувашии. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Январь досрочно выполнил свою норму по осадкам. Высота снежного покрова выросла почти на 30 сантиметров. А в Алатаре высота сугробов почти полметра. Так много снега в середине зимы не было уже 9 лет. Между тем, именно Алатарь считается одной из самых паводкоопасных территорий в республике. В 2012 году в зоне подтопления оказался 221 дом, где проживали 410 человек. Здесь нужна дамба, но решение так и осталось на бумаге. Накануне с ситуацией познакомился глава Чуваши Олег Николаев. Вот такой разлив можно наблюдать в Алатаре и районе после особенно снежной зимы. Местные жители уже заранее готовятся к разгулу стихии. Кто запасается продуктами, а кто перебирается временно к родственникам на сушу. Сейчас речка Алатарь под высоким слоем снега, но специалисты уже прогнозируют, что вода может выйти из берегов. По данным МЧС, в этом году в Чувашии в зоне бедствия могут оказаться 780 жилых домов, в том числе и расположенные в северной части старинного города. В республике созданы резервы финансовых средств и материальных ресурсов по обеспечению безопасности, поводка опасный период на республиканском муниципальном объектовом уровне, который составляет более 93 миллионов рублей и более 172 миллионов рублей соответственно на объектовом уровне. Однако следует отметить, что финансовый резерв города Алатарь на период от учречения ситуации на 2021 год составляет всего нам всего только 50 тысяч рублей. Сами все понимаем, что это очень низерная сумма. При этом сейчас Алатарь единственный муниципалитет республики, у которого нет защитных сооружений. Хотя проект был разработан еще в 2015 году. Общая стоимость строительства почти 500 миллионов рублей. Но рабочая документация так и не составлена. До сих пор не переведены в муниципальные собственности земельные участки, попадающие в зону строительства дамбы. По информации администрации города Алатаря, под застройку попадают два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства, один жилой дом в 94 садовых участках. Затраты на приобретение земельных участков составляют 4,5 миллиона рублей. Кроме того, в генплане города Алатаря объект защитных сооружений от паводковых вод на реке Алатаря отсутствует. Для внесения изменений в генплан Алатарского городского округа Чувашьей республики необходимы денежные средства в размере 1,2 миллиона рублей. Итого администрации города Алатаря Чувашьей республики необходимы 13 миллионов рублей для проведения всех вышеобозначенных работ. Проектом предусмотрено, что дамба будет длиной почти 8 километров. Ее высота 3,5 метра. Предусмотрено три переезда. Трасса будущих защитных сооружений города Алатаря протяженностью 7,8 километров, которые мы сказали, выбрана комиссионно. Трасса, проектируемые проходят по садовольским товарищам, о которых мы уже говорили, практически по пойменной части не затратили крупных домовладений. Предусмотрено три шлюза регулятора, которые в автоматическом режиме пропускают при снеготаянии до 15, ну обычно снеготаяния у нас посчитается 1 лекаря апреля месяца. Строительство дамбы несет с собой ряд проблем, о которых не подумали разработчики, считают в местной администрации. Перевозка тяжелых грузов может серьезно повредить городские дороги. Малые речки при создании защитного сооружения будут перекрыты, начнется заболачивание местности. Под угрозу затопления по проекту попадают биологические очистные сооружения. Биологические очистные сооружения находятся вне защиты дамбы, они брошены в случае разлива. Здесь все происходит стихийно. Экологическая катастрофа, возможно, вполне. В случае размытия какой-то вот этой дамбочки, все вот эти сбросы, они пойдут у нас в реку Волова в результате. Дамба могла проходить в принципе вот здесь, чтобы отсечь очистные от реки, чтобы была защита именно вот этих биологических очистных. Здесь проходят три коллектора городских санализационных. Газовая труба, все это будет под дамбой. В случае разрушения каких-то и ремонтов работ коллекторов дамба должна разбираться. Вот здесь вот находится водокачка, латерская бумажная паблика. Дамба их не защищает. В случае разлива все подъезды и дороги, все будет затоплено. Как обслуживать эти демки? Вопрос. Ну это вот часть только вопроса. Нужно поработать все равно с проектом. Это серьезные причины, чтобы вернуться к доработке проекта. Ущерба может достичь до одного, ну там более чем 1,7 миллиарда рубля. Это прямой ущерб денежный, да, там дома и так далее, хозяйство. Ну вот экологическая катастрофа, мы видели, да, сейчас, когда Норникин был. И мы говорим, мы сейчас потратим 400, ну почти 500 миллионов рублей государственных денег, ну там разного уровня. И говорим, мы оставляем экологическую опасность, которая может возникнуть в случае, как бы, да, и ничего не предпринимать, не собираемся предпринять. Вот этого нельзя. Глава республики предложил устроить широкое общественное обсуждение, чтобы учесть все факторы, предложения специалистов и не забыть про интересы жителей затопляемой территории. Работа начать планируется в 2022 году. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Андриянов Николай, Республика. Вакцинация населения сегодня самая горячая тема. Более двух тысяч жителей республики уже привились. О дальнейших планах рассказали в Минздраве Чувашии. Вакцинацию от коронавируса в регионе проводят 27 медицинских организаций. Вся инфраструктура здравоохранения в Чувашской республике, в медицинских организациях готова к массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Закуплены также морозильные камеры и морозильники, в том числе два авторефрижератора, которые также по холодовой цепи готовы доставить в наши все точки районов Чувашской республики, в наши медицинские организации, соблюдая всю холодовую цепь при минус 18 градусов. Новая партия вакцин в количестве 17,5 тысяч доз поступит в республику уже 31 января. Записаться через госуслуги на данный момент можно только в те медицинские организации, где есть вакцина. Также запись ведется по номеру 122. Сегодня любой гражданин может позвонить на 122 и оператор любого жителя нашей республики может оформить заявку, которая заявка, эта заявка затем она поступает в медицинскую организацию по месту прикрепления. Кроме того, чтобы в том числе разгрузить работу операторов, мы сейчас уже со дня на день, буквально сегодня и завтра, запускаем еще один сервис службы 122, а именно запускаем уже голосового помощника. Важно понимать, что хронические заболевания не являются противопоказанием. Нельзя прививаться беременным, аллергикам и лицам, не достигшим 18 лет. Из симптомов после вакцинации в первые дни возможны слабость, потливость и повышение температуры. Вакцинация состоит из двух компонентов. Вы все знаете, это первая дача и затем следующая через три недели. Вот после завершения полной вакцинации из двух дач, через три недели мы ожидаем уже хороший защитный титр. То есть от старта, от дня, когда выполнено первое, должно пройти не менее чем 42 дня. За неделю до вакцинации нельзя делать массаж, пробовать незнакомые продукты. После прививки на три дня необходимо ограничить контакты с другими людьми, воздержаться от похода в баню, занятий спортом и употребления алкоголя. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Республика. Сегодня в Доме правительства представили нового начальника главного управления МЧС России по Чувашии Валерия Зеленина. Валерий Зеленин приступил к исполнению обязанностей еще в начале года. Он уже принял участие в ряде заседаний правительственных оперативных штабов, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций. Выезжал на место строительства дамбы в Алатаре. Сегодня начальника главного управления МЧС России по Чувашии официально представил заместителем министра страны по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидацией последствий стихийных бедствий Николай Гречушкин. Валерий Зеленин прошел большой путь с должности инспектора пожарной части до первого заместителя начальника главного управления МЧС России по городу Севастополь. Первое боевое крещение он принял в борьбе с обильным снегопадом и показал уже себя как такой очень мобильный, очень оперативно принимающий, объективно ченивающий ситуацию руководитель. То есть мы так достаточно плотно поработали и самое главное, мне кажется, в этом процессе обеспечили нормальное движение и безопасность дорожного движения, ну и были готовы, конечно же, предпринять любые другие меры для того, чтобы помочь людям, которые могли оказаться в сложной обстановке. Вопросом экологии в республике уделяется большое внимание. Охраной окружающей среды занимаются и специалисты, и жители. О взаимодействии и совместной работе говорили сегодня в Министерстве природы. Там прошел брифинг для журналистов. Речь шла об участии во Всероссийском конкурсе лучших природоохранных практик. Его название «Надежный партнер экология» говорит само за себя. На самом деле в регионах, как и в нашей республике, немало успешных природоохранных практик. Они достойны тиражирования по всей стране. Эффективное обращение с отходами производства и потребления. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. Повышение качества питьевой воды. Экологическое оздоровление Волги. Заявки на конкурс принимаются по 27 номинациям. Переработка отходов сельскохозяйства. Не секрет, особенность животноводства. Оно негативно влияет на экологическую обстановку любой территории. У нас есть проекты по качественному переработке и утилизации этих отходов. В целом, я думаю, что они могут участвовать. В конкурсе могут участвовать не только предприятия, индивидуальные предприниматели, но и активисты экологических движений. Итоги станут известны в августе. Сельское хозяйство – одно из основных направлений развития республики. При поддержке государства в Чувашии увеличивается число крестьянско-фермерских хозяйств. В одном из них, расположенном в Маргаушском районе, побывала наша съемочная группа. Козье молоко – полезный, питательный и абсолютно гипоаллергенный продукт, чьи целебные свойства человек использовал с древних времен. В течение двух часов молоко содержит естественный антибиотик. Бывают люди приезжали, ангиену лечили, цирроз печени, желудочный тракт лечили. Вот и фермер Сергей Журавлев решил вплотную заняться производством этого целебного напитка. Еще четыре года назад он получил поддержку от государства на создание семейной фермы. 3 миллиона 800, ну и плюс свои 40%. И, значит, построил ферму вот на 200 голов, 200 дойны стадо должно быть. Потом купил технику, трактор, земля у меня есть сейчас в собственности, есть в аренде, сенохранилище построил. Вложения себя оправдывают. В этом году Сергей Журавлев хочет приступить к строительству доильного зала. Для фермеров, желающих развивать собственное хозяйство, на базе предприятия «Агроинновация» проходят обучающие семинары. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Дмитрий Салманов, Республика. Даже высококвалифицированным специалистам иногда бывает сложно найти подходящее место работы. Но есть такая категория граждан, для которых эта проблема стоит особенно остро. Речь идет об осужденных. Помочь им с трудоустройством и вернуть веру в собственные силы может Центр занятости населения. Гражданам, освобожденным из мест лишения свободы, трудно адаптироваться в обществе. К ним относятся и условно осужденные. Им предоставлено право на повышенную социальную защиту. Это особая категория граждан, и мы относимся к этому со всей ответственностью. Все, что мы можем, все, что мы умеем, мы полностью отдаем на то, чтобы человек нашел себя, социализировался прежде всего в труде. При обращении в Центр занятости у них все такие же права, как и у обычных граждан. После освобождения из мест лишения свободы человек имеет право на все услуги Биржи труда. Они посещают тренинги по психологической поддержке, профориентации, социальной адаптации. Могут пройти профессиональное обучение и получить направление на работу по востребованной специальности. Им предоставляется единовременная финансовая помощь на открытие своего дела и многое другое. Конечно, есть режимные предприятия, куда не принимают судимостью. Но большинство работодателей без сомнения берут на работу людей, вставших на путь исправления. У нас никаких нет особых завышенных требований, только то, что положено. То есть профессиональная подготовка, желание работать. Больше других критериев оценки работника нет. В зависимости от того, какая у них подготовка, мы можем назначить или куратора, или наставника. При трудоустройстве выдается спецодежда, спецобувь, чтобы люди, у которых есть финансовые проблемы, могли в течение рабочего времени быть и обуты, и одеты. Трудоустройство этой категории граждан через Центр занятости дает возможность получать дополнительно к заработной плате материальную помощь. За этот период сотрудники успевают адаптироваться. Для сведения, ЦЗН Республики в прошлом году трудоустроил более 100 граждан данной категории. Инна Сапотапова, Павел Иритков, Республика. Глава Чувашии поддержал инициативу сотрудников издательского дома ХПАР учредить почетное звание в области журналистики. Об этом говорили на встрече Олега Николаева с коллективом. Со дня выхода первого номера газеты прошло 115 лет. Газета увидела свет 21 января 1906 года в Казани. Ее редактором и издателем был первый чувашский профессор Николай Никольский. За 115 лет газета не раз меняла название. «Канаш», «Чувашкоммуни», «Коммунизм Ялавия» и «ХПАР». Сегодня издательский дом объединяет несколько редакций, выпускает 7 газет и 2 журнала общим тиражом более 50 тысяч экземпляров и делает аудиогазету. Я знаю, что издательский дом ХПАР самый старый, да? Ну, самый старый – хорошее слово, это основное. То есть у вас самый такой большой опыт, плюс у вас в этом году такое реликальное объединение, там стекаются другие СМИ, вы становитесь, наверное, самым таким большим и значимым национальным изданием, которое стоит на страже, освещает все важные события, чувашек в языке. Главная миссия газеты и журналов издательского дома – сохранение родного языка. Елена Атаманова, редактор детских изданий газеты, считает, что чувашскому языку надо обучать еще в детских садах. Кстати, в некоторых из них такая программа уже существует. Для нас чувашский язык – очень актуальная тема. Мы каждый год в издательском доме ХПАР проводим республиканский слет юных корреспондентов. Это для молодых журналистов, для наших юнкоров. Приезжают не только из Чувашской республики, из республики Башкортостан, Ульянской области, Татарстана. В этом году планируем проводить в апреле. И нашей газете «Тандыши» исполнилось 90 лет. Роза Власова работает уже 25 лет. Она подготовила немало публикаций о тружениках села. В каждой ее статье конкретная судьба человека – его работа. Самое главное – писать, интервью брать. Нравится, когда попадаются очень умные, талантливые люди. А какие основные проблемы у вас вещаются в своих статьях? Ну, наверное, образование, культура, сельское хозяйство. На встрече говорили о развитии муниципалитетов, о реализации важных инфраструктурных проектов на селе. Откликнулся глава республики и на инициативу учредить почетное звание в области журналистики. И поручил проработать этот вопрос. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Юрий Марков, Республика. Подведены итоги столичного фотоконкурса «Новогоднее чудо». Массовых праздничных гуляний на этот Новый год не было. Но были семейные посиделки, совместные выходы на природу. Праздничными мгновениями каникул поделилось более 160 чебоксарских семей. Кто-то провел фотосессию, наслаждаясь зимними пейзажами и новогодними украшениями города. Другие ходили на тематическую фотосессию, подбирая красивые костюмы. По условиям конкурса призеры определились путем голосования в социальной сети ВКонтакте. Свои голоса оставили свыше 4000 человек. В период пандемии этот конкурс оказался очень востребованным. Почему бы в новогодние каникулы не задействовать наших жителей, семьи, чтобы они поучаствовали в таком конкурсе? Не замысловатом, но все-таки это сподвигнуло их на сплоченность, на такую энергию, на любовь друг к другу. И это здорово. Любой участник конкурса не только участвует за диплом. Это, конечно, здорово. Но как приятно в новогодние праздники получать призы, получать подарки. Призерами стали три семьи, набравшие большее количество лайков. Андреевы, Самочковы и Антиповы с помощью фотографий доказали, что они самые активные и дружные. Рады не только участию, но и победе в конкурсе. Также хотели бы выразить благодарность всем тем, кто нас поддержал в этом конкурсе. В подарок мы получили билеты. Помимо билетов там столько много всего, что мы еще даже не успели все просмотреть, честно говоря. Спасибо большое. Победителям конкурса вручены дипломы, билеты в театры, рюкзачки и термокружки. Самместный отдых можно продолжать. Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика. Хоккейный клуб «Чубоксары» в рамках первенства высшей хоккейной лиги встретился на домашнем льду с саратовской командой «Кристалл». О том, как прошла игра и в чью пользу она завершилась, в нашем сюжете. Болельщики долго ждали этого момента. После длительного перерыва из-за пандемии коронавируса зрители вновь вернулись на трибуны. Правда, пока заполняемость залов не должна превышать 25%. Такое решение принял Роспотребнадзор Чувашии. По-прежнему обязательное соблюдение дистанции и масочного режима. Но болельщики счастливы. «Скучились по хоккейу?» «Да, вот именно. С удовольствием пришли сегодня посмотреть». «Наконец нас пустили на игру. Мы очень заскучились. Почти целый год не смотрели свою родную и любимую команду. И, наконец, мы здесь. Мы будем соблюдать любые правила, чтобы посмотреть на свою любимую команду». «Мы очень ждали начала этого сезона. Сегодня пришли всей семьей. С нами еще юный болельщик пришел в первый раз. Ждем побед и будем посещать дальше». Почувствовав поддержку зрителей, чебоксарские богатыри заметно воодушевились. Уже на второй минуте наши спортсмены забили шайбу в ворота соперников. Однако гости из Саратова не собирались легко отдавать победу в руки нашего клуба. Поэтому игра получилась напряженной. И матч, и его результат 4-0 в пользу чебоксарцев порадовали и зрителей, и самих спортсменов. Ольга Семенова, Георгий Кривошейн, Республика. Это были главные новости среды 20 января. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова